Портативные консоли Game Boy знакомы даже отечественным игрокам. Продажи в России начались в середине 90-х, хотя мировой старт карманной консоли был еще раньше. На наших просторах Сергей Супонев с экранов ТВ рассказывал, что хорошо, а что плохо, и рекламировал эту мечту детей и взрослых. Хотя, несмотря на показ тематических передач по общественному телевидению, реально позволить себе такие игрушки мог очень мало кто. Геймбой был придуман и разработан главным инженером-изобретателем в штате Нинтендо Гунпеем Йокой. Примечательно, что когда он показал свое детище Хираоси Ямаути президенту компании, тот обозвал его Дэйм Гейм, что на японском значит хромой, безнадежный. Так он ему не понравился. Ямаути считал, что портативка не нужна игрокам, и что монохромный экран отпугнет их. Однако в итоге с 1989 года Геймбой разошелся тиражом в 180 миллионов устройств. Причем последующие портативки Нинтендо достигли и более крупных цифр. Формат оказался востребованным. Как это не удивительно, но западный старт продаж Геймбой тоже по-своему связан с Россией. Один из первых хитов консоли создал отечественный разработчик Алексей Пажетнов, всем вам известную Тетрис. Нинтендо боролась за ее выпуск с Атари, обе хотели заполучить эту новинку. Пажетнов тогда счел, что Геймбой гораздо лучше подойдет его детищу. Позднее вышло еще несколько модернизированных версий консоли, таких как Геймбой Покет и Геймбой Лайт. Их старт продаж состоялся в 1996 и 1998 годах соответственно. Покет была компактной и легкой, а также вместо четырех батареек требовала всего две. Лайт получила подсветку экрана и продавалась только в Японии, потому что для всего мира уже готовили еще более совершенную Геймбой Колор. Геймбой Лайт получила много особых изданий, включая вариант с прозрачным кейсом и изображением Астра Боя, героя манги и аниме. Кроме того, существовала полностью желтая версия для Покемон Центр Токио и даже такая экзотика, как вариант в честь художника и аниматора Осама Тезука, эти консоли украсили изображением его персонажей. Геймбой можно даже в каком-то смысле назвать прародителем Switch. Потому как для домашней консоли SNES сделали расширение Super Game Boy, позволяющие запускать картриджи от портативки. Поздние игры, созданные с учетом адаптера, здорово преображались при подключении к SNES и телевизору. В них становилось больше цветов и звуков, а иногда еще и появлялся мультиплеер. Конечно, нужно отметить и главные игры тех лет. Например, Super Mario Land первую и вторую, а также Zelda Link's Awakening, которая в прошлом году получила ремейк для Switch. Прежде ее уже переиздавали для Game Boy Color, однако лишь с незначительными улучшениями. Также не стоит забывать Metroid 2 Return of Samus и прославившую консоль во всем мире JRPG о покемонах. Были хиты и от сторонних компаний. Например, Final Fantasy Adventure, Mortal Kombat, FIFA и Castlevania. История Game Boy Color началась в 1997 году, когда разработчики игр попросили Nintendo выпустить новую портативку. Так появился цветной Game Boy. И он не только поддерживал игры прошлого поколения, но еще и получил множество эксклюзивов. Например, Zelda Oracle of Seasons и Zelda Oracle of Ages, или же Resident Evil Gaiden, сделанный Capcom специально для этой консоли. Кроме того, Game Boy получил собственные версии Tomb Raider и даже Heroes of Might and Magic. Это у нас она ассоциируется только с ПК, а ведь кто-то играл в героев именно на портативке. И при всем этом нет ни одной игры с Марио, выпущенной эксклюзивно для Game Boy Color. Зато новыми красками на более мощной консоли заиграли классические Metroid, Zelda и Pokemon. Портативка сама определяла необходимую гамму, пусть и весьма ограниченную. Напоследок, еще один факт. На логотипе консоли слово Color выполнено в тех цветах, в каких были выпущены сами консоли – ягодном, виноградном, киви, желтом и бирюзовым. Весьма остроумно. Следующей портативкой Nintendo стала Game Boy Advance, которую представили публики на японской выставке Space World в августе 2000 года. В продажу она поступила чуть позже, в следующем марте, и стоила на тот момент 9800 йен, то есть около 7000 рублей по современному курсу, но без учета инфляции. Внешний вид новой консоли разработал француз Гвиналь Николя в своей токийской дизайн-студии Curiosity Inc. Портативка выпускалась во множестве разных цветов. Изначально были доступны индиго, оранжевый, белый, черный, а также полупрозрачный розовый и фиолетовый. Далее появились такие расцветки, как золотая, платиновая, красная и оранжево-черная. Были и ограниченные издания – розовая с Hello Kitty, полупрозрачная голубая Chobis Edition, черная в честь Kings of Fighters и несколько так называемых «Ледяных» с Марио и Луиджи и с токийской бейсбольной командой «Гиганты». Не обошлось и без консолей в честь покемонов. Многообразие поражало. Даже сейчас на крупных торговых площадках можно найти варианты корпуса на любой вкус. Еще одним приятным бонусом новой консоли стала обратная совместимость с двумя предыдущими. Она не только могла запускать игры с черно-белого, или точнее зелено-серого, Game Boy, но и раскрашивала изображение, превращая в цветное. Картриджи же от Advance к старым консолям не подходили, но зато игры на них были такими, что раскрывали потенциал мощной новинки. GT Advance Championship Racing, например, впечатляла трехмерной графикой. Также консоль была в состоянии потянуть игры уровня SNES, а потому портативные версии появились у многих крупных хитов. Среди них Yorges Island, Link to the Past, Final Fantasy 6, Donkey Kong Country и это лишь малая часть тех игр, которые стали доступны в любом месте и в любое время. Были и знаковые эксклюзивы, созданные специально для Advance. Metroid Fusion, Zelda, The Minish Cap и прочие. Они уже стали классикой. Вопрос, во что поиграть не стоял. Сложнее было найти время и средства на все хиты. Также на картриджах выпускали мультфильмы, в том числе знаменитые Лило и Стич и Губка Боб. Идея гибридности портативных консолей не оставляла Nintendo, а потому Game Boy Advance с помощью специального провода подключался к стационарной GameCube. Результат этой связи мог быть очень разным. В некоторых играх открывался дополнительный контент, а для других портативка становилась геймпадом или вспомогательным экраном с картой, меню и подсказками. Также был аксессуар Game Boy Player. Он позволял любые игры карманной консоли запустить на GameCube и управлять ими прямо с портативки. Вот такой получился трансформер или Вольтрон, если точнее. Существовали и прочие гаджеты. Беспроводные адаптеры, девайсы для связи с мобильниками, картридеры и даже устройства для анализа крови на предмет диапета. Японцы придумали уйму всего. Следующей портативкой Nintendo стала Game Boy Advance SP, причем финальные буквы значили Special. Консоль напоминала телефон-раскладушку, и это здорово защищало экран. Позже модель еще и улучшили, добавив в дисплее подсветку. Выходило все больше новых игр, таких как Crash Bandicoot, Baldur's Gate, Comic Zone и Гарри Поттер. Но основным хитом оставались, конечно же, покемоны. Финальным этапом в истории этих консолей стала модель Game Boy Micro, выпущенная в 2005 году. Ее представил на E3 сам Реджи Физ ММ, будущий руководитель американской Nintendo. По словам Джорджа Харрисона из все того же подразделения, Nintendo очень хотелось продолжать изобретать новые модификации. И одной из основных целей было узнать, насколько маленьким можно сделать Game Boy. Среди полезных нововведений микромодели стоит отметить сменные панели, которые позволяли придать гаджету больше индивидуальности. В октябре 2005 года Square Enix создала лицевую панель с изображением Йоситаки Амано для продвижения переизданий Final Fantasy, а в ноябре уже Nintendo выпустила для Японии красный Game Boy Micro с черной панелью и силуэтом Пикачу. В следующем же году тематически оформленные консоли достались даже малоизвестной ролевой серии Mother, тогда как раз вышла третья и последняя часть, так никогда и не доехавшая до США и Европы. Надеемся, что на этом история легендарных Game Boy все же не закончится, и в скором времени Nintendo выпустит для фанатов коллекционные переиздания в духе NES из NES Classic. Образ карманной приставки прочно проник в мировую культуру и закрепился там. Как говорил уже упомянутый Сергей Супонев, Game Boy всегда с тобой, и это правда. Именно гаджеты Nintendo сформировали и сделали успешной саму концепцию портативного гейминга. И пусть у нас в стране часть заслуг у него отобрала PSP, на ситуацию в целом это почти не повлияло, ведь без Game Boy могло не быть и портативной PlayStation. В будущем мы еще обязательно поговорим о судьбах разных консолей, не только старых, но также новых, особенно о консолях Nintendo. Впереди множество видео на разный вкус, подписывайтесь на наш канал. Скоро увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok